Верность традициям, уникальный вкус и мануфактурное качество воплощены сегодня в пиве трёхгорное. Трёхгорное. Пиво для настоящих фанатов. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Привет, друзья, это Сто процентов футбола. Меня зовут Дмитрий Дерунет. Сегодня я в этой студии в одиночестве, но это будет не так, скажем, формально, потому что обязательно будем много кому звонить, обязательно будем много общаться и, конечно же, следить за всеми теми событиями, которые развиваются в мире футбола. А их по-настоящему много, друзья мои, потому что сегодня очень большой день, посвящённый именно сборным страны. Сегодня и в эти минуты уже играет наша молодёжная команда. Будем, конечно, в течение ста процентов футбола и переноситься на арену Химки, где, собственно, игра с Австрией проходит и в целом следить за изменениями в счёте. И совсем скоро расскажу я вам и о том, в каких составах вышли россияне. Ну, прежде всего, наверное, россияне об австрийцах, я думаю, что говорить не стоит. Мало знакомые всё-таки фамилии на молодёжном уровне. Но расскажу о составе, о перспективах и о том, как проходит эта игра молодёжная. Следом у нас товарищеская игра «Россия Ганна» в 19.00. Коллеги Артём Дроздов и Алексей Золин внимательнейшим образом для вас будут следить за этой встречей. Ну и, соответственно, естественно, огромное количество отборочных матчей. Продолжается первый тур в европейской группе в зоне УЕФА. Отборы на наш российский домашний чемпионат мира. Думаю, что и накануне были интересны результаты, о которых мы ещё поговорим. И сегодняшние матчи представляют определённое любопытство. Естественно, говорим и о ночных матчах. Ночью будут играть сборные в Южной, Северной и Центральной Америке. В эти минуты проходят матчи в азиатской зоне. В общем, огромное количество интересных событий. И поэтому, действительно, давайте этот матч во многом, этот день во многом посвятим именно информации вокруг сборной страны, вокруг матчей как раз национальных команд. Напоминаю наши координаты. Вайбер и ватсап 892522222932. СМС Портал 5533 в начале слова «Спорт». И наши телефоны 2760-93-2, 2761-93-2, код города Москвы 495. Естественно, будем сегодня проводить и второй тур нашей традиционной акции для настоящих фанатов. Напомню, главным призом этой акции на этой неделе являются два билета на матч «Спартак-Локомотив», который пройдёт в это воскресенье. В общем, куча интересного. Оставайтесь с нами на протяжении всех ближайших двух часов. И следом, потому что следом игра «Россия-Гана». Итак, молодёжка наша вышла на поле арены «Химки», поле в идеальном состоянии. Об этом мы говорили, всегда приятно подчеркнуть это в очередной раз. Играть за престиж и сыгрываться, расти в своём мастерстве. Никаких других турнирных задач у сборной России нет. Мы на пятом месте в нашей отборочной группе чемпионата Европы 2017 года. Мы на чемпионат Европы не попадаем ни при каком раскладе. Осталось провести на групповом этапе три встречи. И вот одна из этих трёх встреч со сборной командой «Австрии». Австрийцы приехали сверхмотивированными на эту игру. Ну, во-первых, у них, в принципе, довольно серьёзная, амбициозная и готовая молодёжь подросла. Если кто помнит, год назад мы играли также со сборной командой «Австрии» в гостях. И вот тогда австрийцы нас обыграли в невероятном по драматизму матче со счётом 4-3. Постоянно мы были в роли догоняющих. Догоняли, догоняли, вроде бы сравнивали счёт. Но потом постоянно отпускали всё-таки сборную «Австрии» вперёд. И тогда уже стало понятно, что нам будет очень тяжело пробиться на чемпионат Европы. Впоследствии стало понятно, что, по сути, невозможно нам это окажется сделать. Итак, сборная России после уверенной победы на Фарерских островах. Имеет 7 очков после 7 игр. Пятое место. Фареры шестые. Впереди Азербайджан, Финляндия, Австрия и Германия у нас по турнирной таблице. Но, не знаю, чуть-чуть бы повыше всё-таки хотелось бы подняться. Хотя бы потеснить Азербайджан. Хотя бы попробовать подцеплять Финляндию. Хотя в этом отборочном турнире и эти две команды смотрелись лучше нашего. Я уж не говорю о не теряющих очки немцах. И вот о мощных австрийцах, которые только сборной Германии разок и проиграли. Сейчас мы зарабатываем штрафной удар. И вот как раз время назвать стартовый состав нашей национальной команды. В каком виде она вышла на сегодняшнюю игру. Вратарь номер 12. Александр Селихов, пятый Илья Зуев, Максим Карпов, Сергей Макаров, Вячеслав Караваев, Виталий Лысцов, Алексей Евсеев, Александр Ташаев, Дмитрий Баринов, Дмитрий Ефремов и Николай Комличенко. Вот он какой состав у нашей национальной, ну у нашей молодёжной команды. Национальной говорить неправильно. Но я думаю, что болельщики уже узнали, какие клубы представляют, какие футболисты. На всякий случай скажу, Селихов, вратарь, который обращает на себя внимание, играя за пермский Амкар. Зуев и Карпов, представители Санкт-Петербургского Зенита. Макаров и Караваев, это у нас Караваев, ну и играет за чешскую спарту. Думаю, что вы здесь прекрасно знаете. Сергей Макаров, полузащитник клуба Минск из Беларуси, что логично. Виталий Лысцов, теперь уже выступает за португальский клуб Тондела. Алексей Евсеев, представитель Зенита, вообще самый такой популярный клуб из числа количества футболистов, представленных молодёжкой. Александр Ташаев, московская «Динамо». Дмитрий Баринов, московский «Локомотив». Дмитрий Ефремов, теперь игрок Оренбурга. И Николай Комличенко, очень уверенно сыгравший в матче против Фарер, представляет чешский «Слован». Вот так, аж два представителя чешского чемпионата в нашей молодёжной сборной. Следим. Восьмая минута идёт. В отличную контратаку бегут австрийские футболисты. Важно её прервать. И это нам сделать удаётся. Пока что счёт 0-0. Давайте перенесёмся на дороги Москвы. Прямо сейчас ситуация довольно терпимая. Три балла по оценке портала «Яндекс.Пробки». Местами затруднения. Главная пробка сейчас на Путилковском шоссе от Верхней улицы до Молодёжной. Там 30 минут потеряете. Сложно из-за ремонтных работ в центре города. Причистинская набережная, Кремлёвская. От Коробейникова переулка до Большого Москворецкого моста. Около получаса потеряете. Ну и также на шоссе энтузиастов уже стоят. От третьего транспортного топа. СПОРТ-ФМ. СТО ПРОЦЕНТОВ ФУТБОЛА. СТО ПРОЦЕНТОВ ФУТБОЛА. С вами Дмитрий Дерунец. Напоминаю наши координаты. Вайбер, ватсап 8, 9, 2, 5, 2, 2, 2, 2, 93, 2. СМС Портал 5533. В начале слово «Спорт». Пишите свои вопросы. Обсуждаем сегодня игру «Россия-Ганна». Что вы ждете от нашей национальной команды? Ориентируетесь ли на тот результат, который показывает молодежка прямо сейчас? Напомню, счет 0-0 по итогам первых 10 минут игры против Австрии. И пока вот сейчас австрийцы будут наносить очень серьезный удар штрафной по нашим воротам. Ну а мы давайте предвосхитим игру «Россия-Ганна» вместе с нашим замечательным футболистом, заслуженным мастером спорта, бронзовым призером чемпионата Европы 2008. У нас на связи Игорь Семшов. Игорь, добрый день. Добрый день. Итак, сегодняшняя игра «Россия-Ганна». Есть ли вообще интерес, ну, наверное, есть же все-таки интерес, да, к национальной команды, как она строится? Что-то хочется увидеть новое? Что-то кого-то, может быть, хочется увидеть? Кто-то понравился в игре против Турции? Ну, безусловно, после чемпионата Европы, наверное, пристальное внимание сейчас это к сборной России по футболу, потому что накануне нашего чемпионата мира все хотят видеть боеспособную команду. Поэтому сейчас уже была первая игра, сейчас первая игра в России, как бы, в Москве с командой «Ганна». И, конечно, соперников мы не выбираем, потому что многие участвуют в отборочном турнире, в чемпионатах мира. Насчет сборной «Ганна» я, конечно, читал, наслышал, что у них какие-то проблемы внутри коллектива, внутри там, с федерацией. Но я думаю, это не самое главное. Самое главное главному тренеру сейчас, наверное, проверить тех кандидатов, которые он хочет использовать в подготовке к чемпионату мира. Мы уже некоторых видели в игре с «Турцией», сейчас в игре с «Ганна», я думаю, будет предоставлен еще другим шанс. И уже потом, при течении какого-то времени, наверное, тренерский штаб, сборная определится с 25-26 футболистами, которых, наверное, будут постоянно вызывать. Просто у некоторых есть опыт, у некоторых нет. Кто-то может еще засверкать в течение двух лет, это все возможно. Так что работы, наверное, много, работы не початые круги. И когда все ждут от нашей сборной хорошего результата, для этого нужно какое-то время, чтобы прошло, чтобы команда приняла требования главного тренера. Команда немножко преобразилась, команда немножко как бы психологически отошла после тех неудач последних лет, наверное. Потому что мы уже и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы на двух последних неудач на выступали. Игорь, на себя обратила внимание в матче против Турции тактика Станислава Черчесова, три центральных защитника. Как считаете, это станет какой-то продолжительной, основной тактикой для нашей национальной команды? Вообще, вот вам, как опытному футболисту, нравится? Нравилось ли играть в тех или иных командах по схеме в три центральных защитника? Я не играл ни в одной команде, где такую тактику использовали. Сейчас это очень практикуется. Я думаю, главный тренер тоже достаточно опытный. И он, наверное, сейчас несколько тактик будет выбирать в играх товарищеских. Особенно последние, наверное, в этом году из Ганны, из Коста-Рика, которая у нас еще впереди. И тактик, который футболиста будет лучше использовать, я думаю, он возьмет на вооружение. Хотя по ситуации в игре может меняться несколько тактик и по развитию счета, и по тому, как складывается игра. Поэтому сейчас, наверное, он смотрит, присматривается к тем, ну, наверное, к ту тактику, которую лучше футболиста будет воспринимать, чтобы на благо было и атаки, а и оборона от этого не хромал. Поэтому время еще у него есть немножко для импровизации тактик, для импровизации выбора состава. Но потом, я думаю, ближе к чемпионату мира уже полная концентрация. Но не удалось. Владислав Радимов на трибунах, Александр Бородюк на трибунах. Вот Радимов и его «Зенит-2» как раз представлен довольно мощно. Зуев, Карпов, Евсеев. Они смотрятся очень хорошо и в клубе, и в сборной. Являются сейчас оплотом обороны прежде всего. Оплотом новостей у нас является Мария Терская. Маша, привет. Да, добрый вечер всем. Мить, приветствую тебя. И хочу рассказать о том, что Совет Международной Федерации Футбола на заседании 13-14 октября в Цюрихе обсудит возможность проведения чемпионата мира аж 2026 года в трех странах с участием 40 сборных. Сегодня об этом заявил президент FIFA Джани Инфантино. Он сказал, что совместную заявку на проведение мирового первенства подадут США, Канада и Мексика. Ну и напомню, что перед выборами президента FIFA Инфантино заявлял, что в случае победы хотел бы увеличить число участников чемпионата мира до 40 команд. Вот, соответственно, все это будет обсуждаться уже в предстоящем месяце. А насколько я помню, еще же сам Инфантино под следствием находится, ведь правильно? Еще ему надо все свои обвинения смыть, которые были в его адрес тоже направлены перед чемпионатом мира. Ну, после его выборов уже, точнее, да, перед чемпионатом Европы по футболу. Посмотрим, конечно, я не знаю, как тебе, но мне кажется, вот это вот увеличение, да еще три страны, мне кажется, потеряется вся романтика абсолютно. Он аргументировал свою позицию тем, что на примере прошедшего этим летом чемпионата Европы участвовало на 8 команд больше, и, по его мнению, это вызвало энтузиазму, и как и у принимающих участие в этом первенстве, так и у зрителей. В общем, для него это положительный опыт, поэтому он хочет его перенести и на Мундиаль в том числе. Ну что же, я думаю, здесь, конечно, можно говорить, красивые слова произносить, но уверен, уверен, что здесь и экономические моменты, и приток болельщиков. Но одно дело, что когда болельщики собираются все-таки в одной стране, с другой стороны, три страны будут, если разно. И еще и другой континент. Все-таки футбол в Канаде и в США, мне кажется, не такой сильный интерес вызывает, как футбол в Европе. Ну, ты понимаешь, Маша, соберут, трибуны соберут там, конечно. Там маркетинговые рельсы настолько прямые, и уверенно по ним можно скользить, что вариантов даже нет. Конечно, будут трибуны в нормальном, в полном порядке. Но я думаю, что это неизбежно. Неизбежно. Практически можно смириться уже с тем, что в 2026 году, скорее всего, американский континент примет чемпионат мира, потому что давно не было, и потому что все давно хотят. Ну, Латинская Америка, да, там все понятно, конечно. А вот США, Канада все-таки сомнительно. Ты знаешь, если вспомнить чемпионат мира 1994 года, который в США проходил, там все равно была хорошая посещаемость. Другое дело, что... Курс доллара был не тот. Ну, и наших болельщиков, поверь, не очень много было. Однако американцы ходили. Ходили, хотя для нас была тогда, как сейчас помню, очень удивительная картинка, постоянно такие... Солнце, матчи днем начинаются как раз для удобства европейских болельщиков. Это да. Вот, это было все как-то наперекосяк. Но ничего провели, достойно абсолютно провели. Думаю, что, конечно, к этому вернутся. Спасибо большое. Мария Терская следит за тем, что происходит у нас в мире футбола, в мире спорта в целом. Тем временем наша молодежка очень прилично атакует уже несколько минут подряд. Это игра России-Австрии до 21 года. Еще раз напомню, никакой турнирной мотивации мы не имеем. Однако ж, однако ж, все-таки атакуем. Атакуем даже чуть лучше австрийцы. Вот сейчас угловой подаем. Евсеев совсем недавно был на Астрии атаки. Вновь мы говорим о команде «Зенит-2». И вот еще теперь атака левым флангом. Австрийцы прям прижались к своим воротам. Мы очень бодро смотримся. Но пока только угловые, только какие-то отдельные моменты. Это Александр Ташаев уже на левом фланге. Пытался обыгрывать своего оппонента. 0-0. Россия-Австрия. Прямой эфир на волнах «Спорт-ФМ». Меня зовут Дмитрий Дерунец. Наши координаты вайбер и ватсап 8-9-2-5-2-2-2-2-9-3-2. СМС-портал 55-33. В начале слово «Спорт». Сегодня у нас в гостях побывал Анатолий Федорович Бышевец. В гостях у Алексея Лебедева. Совсем скоро эта программа выйдет в эфир в свое традиционное время. Следите за анонсами. Ну, а мы все-таки после этого большого интервью, связанного больше с историческими моментами, Леша, как всегда, повытягивал из своего собеседника разнообразные истории, связанные с богатой футбольной биографией. И не только футбольной биографией Анатолия Бышевца. Все это слушать у нас в эфире совсем скоро. Но мы, естественно, после эфира поспрашивали Анатолия Федоровича такие вопросы, позадавали ему на современные, на актуальные темы. И как раз в преддверии матча с Ганной, думаю, что будет вам интересно послушать мнение мэтра по поводу Станислава Черчесова, по поводу состава сборной, по поводу тактики сборной. Это все в следующем получасе. Пока же делаем небольшую паузу. Перенесемся на дороги Москвы. Ситуация осложняется. 4 балла уже по оценке портала Яндекс.Пробки. Местами затруднение крупнейшее. Пробка теперь на Бульварном кольце, на внешней стороне, от Большой Дмитровки до Причистинской набережной. 40 минут будете ехать. По-прежнему очень сложно на набережных центрах Москвы. Москворецкая, Кремлевская, от Садовнического проезда до Большого Каменного моста тоже 40 минут. Шоссе энтузиастов 30 минут. В общем, будьте внимательны. СПОРТ-ФМ. СТО ПРОЦЕНТОВ ФУТБОЛА. С вами Дмитрий Дерунец. Это 100% ФУТБОЛА. Рустам из Екатеринбурга пишет хорошего эфира. Спасибо. Есть ли у вас информация, будет ли сборная играть товарищеский матч в других городах страны? Рустам будет. Она, собственно, в ней уже в других странах играет. В других городах играет. Сегодня Москва и Локомотив. Это первый матч. Следующая игра в октябре с Коста-Рикой состоится в Краснодаре на новом стадионе. А ноябрьская игра против Румынии, пока запланировано, что именно с румынами мы сыграем в ноябре, также планируется, что она пройдет в Сочи. Я так понимаю, на стадионе Фишт. Стадионе, который будет принимать также матчи чемпионата мира по футболу. Поэтому, конечно, сборная пойдет в регионы, но все зависит от готовности стадиона и удобности перелетов. Честно говоря, я бы не очень рассчитывал, что в Екатеринбург сборная обязательно приедет. Если вы интересуетесь вот с этой точки зрения. Все-таки Сочи удобно, международный аэропорт, уже известная точка на карте не только страны, но и Европы. Краснодар тоже понятно. Два часа лета до Москвы и новый стадион тоже надо отметить. Но вот Екатеринбург, во-первых, нужно достроить стадион, дореконструировать стадион, когда это будет. Боюсь, что только впритык к чемпионату мира по футболу. Ну и, во-вторых, все-таки туда перелет чуть подольше и связан с переменой часовых поясов. Поэтому, честно, я бы не очень рассчитывал на то, что сборная обязательно приедет в Екатеринбург. Естественно, спрашивают и про Воронеж. Ну, опять же, тут вопрос, вопрос, наверное, главного тренера сборной, вопрос удобства. Тогда, конечно, я был на той самой игре Россия-Бельгия-Воронеже, когда мы проиграли 0-2. Тогда еще зарождающемуся звездному составу бельгийцев потрясающее абсолютно было ощущение. До сих пор с большим приятствием вспоминаю ту игру и дай бог, чтобы сборная в Воронеж добралась. Но давайте следить. Пока вот на этот год это Краснодар и Сочи уже неплохо. Надеюсь, в следующем году будут и другие города. Пока же делаем паузу на новости. Анатолий Бышевец, включение со стадиона арены Химки. Все это следующие полчаса. Реклама Теща требует починить диван. Коллега попросил помочь с переездом, а жене приспичивала на выходных помыть окна. А пошлите их всех на yudu.ru Исполнители yudu.ru помогут с уборкой, ремонтом в квартире, перевозкой грузов и выполнят за вас любые бытовые заботы. Просто разместите задание на yudu.ru Для нового поколения москвичей мы строим жилой комплекс «Достояние» в районе Кунцево. Достояние. Дома настоящей Москвы. ГАЛС ДЕВЕЛОПМЕНТ. 495-725-55555. Проектная декларация на сайте «Достояние-дефизгалс.ру». Телефон рекламной службы «Спорт.ТМ» 620-46-64. Код Москвы – 495. Что делать, если... Что делать, если... Что делать, если тренировки перестали приносить удовольствие и удовлетворение? Почему тренировки перестали приносить удовольствие или удовлетворение? Это может быть связано с тем, что вы не видите конкретную цель и вы не видите конкретных результатов, которые вы достигаете с помощью своих тренировок. Если монотонно заниматься одним и тем же, конечно, рано или поздно придет усталость, непонимание, отсутствие удовлетворения от тренировочного процесса. И с другой стороны, наоборот, если вы видите конкретную цель, если вы ее ставите перед собой и постепенно контролируете каждый шаг на пути достижения этой цели, то вас будет мотивировать то, что вы потихонечку к ней движетесь. Не абстрактная цель – стать стройнее, а конкретная цель. Я хочу сбросить 10 килограмм к 5 апреля, но при этом цель должна быть реальной. Это не должно быть что-то запредельное. Правильное с точки зрения здоровья не должно вам навредить, и вы должны потихонечку двигаться к этой цели, отмечать каждый шажочек, то, что вы движетесь именно к ней, а не от нее. Ирина Зеленкова – ведущий специалист инновационного центра ОКР, кандидат медицинских наук. Рекомендации лучших специалистов страны в области профессиональной подготовки спортсменов – слушай каждый день на Спорт.ФМ. Спортивные трофеи В 19 веке, когда в мире начала укореняться культура организованных кулачных боев, коммерсанты быстро поняли, что это отличная площадка для рекламы. У лучших бойцов появлялись спонсоры, и боксеры выражали им свою признательность, надевая в день боев пояса с символикой своих благотворителей. Появилась и традиция, согласно которой победитель забирал у проигравшего его пояс. Ну а потом организаторы поединков стали вручать богато украшенные пояса чемпиона. Так делается и в наши дни. Если в 30, 40 и даже в 50 лет люди не занимаются физкультурой, то это предрассудок, унаследованный от былых времен, когда праздная жизнь считалась идя 16 с плюсом в отдельных районах города возможен дождь, так что будьте внимательны, не забывайте зонтики. Первый домашний матч новой сборной России по футболу. Сегодня в 19 часов следим за встречей со сборной Ганы вместе с Алексеем Золиным и Артемом Гроздовым. Слушай футбол «Россия Гана» сегодня только на Спорт.ФМ. Стартовый свисток матча «Россия Гана» действительно в 19.00. Стартовая контрольная игра, подчеркиваем контрольная игра, действительно именно она пройдет на стадионе «Локомотив». Очень приятно, что многие слушатели Спорт.ФМ на нее пойдут, потому что мы разыгрывали всю неделю билеты на эту игру. И я думаю, что многие получат удовольствие. Все-таки, надеюсь, игра все-таки выйдет более результативной, нежели встреча «Россия-Турция». Ну а прямо сейчас поздравляем молодежную сборную России. Есть взятие ворот Илья Зуев. Илья Зуев, игрок Санкт-Петербургского «Зенита», но глобальный игрок «Зенита-2», конечно, забивает после стандартного положения. 1-0 мы появили в матче с командой Австрии. Напоминаю, это игра отборочного турнира чемпионата Европы до 2021 года. Мы уже в этой группе ни на что не претендуем, но, по крайней мере, рассчитываем взять реванш за поражение в Австрии. И рассчитываем чуть-чуть подняться в турнирные таблицы, сыграться и проявить себя хотя бы на молодежном уровне, хотя бы в оставшихся трех встречах. Это еще две. В принципе, сборная России молодежная очень неплохо выглядела на стандартных положениях. Мы много зарабатывали штрафные удары. Ну, не то чтобы очень близко от штрафной площади соперника, но на небольшом отдалении. И каждая подача несла в себе определенную степень опасности. Почему-то очень нервно играли защитники австрийцев, не разбирали наших футболистов. Мяч пролетал так по штрафной площади. Вратарь на выходе играл неуверенно. Вот и сейчас подача с угла поля. Мы выигрываем воздух. Делает это Зуев. И мяч от перекладины и от спины австрийского защитника. Залетает в ворота австрийской сборной. 1-0. Сборная России молодежная подопечная Николая Писарева повела в этой игре. Поздравляем нашу молодежную команду. Продолжаем следить за игрой этой, которая проходит на арене Химки. Ну и о чем еще хотелось поговорить. Сегодня огромное количество матчей. И в азиатской зоне, давайте назову те результаты встречи, которые уже состоялись. Четыре игры завершились. Пока ни одной хозяйской победы. Ирак проиграл Саудовской Аравии со счетом 1-2. Причем иракцы повели. Но на 81-й и на 88-й минуте с двух пенальти. С двух пенальти Ирак Саудовской Аравии проигрывает. В гостях Саудовская Аравия получила право в последнюю десятиминутку на два пенальти. Как говорится, интересно. Всякое бывает. И обращаю внимание, что предыдущая победа со счетом 1-0 сборной команды Саудовской Аравии, она тоже была, прямо скажем, с душком дома над командой Таиланда. Очень-очень тяжелой. И если я ничего не путаю, там тоже пенальти решил исход встречи в концовке. Вот так вот Саудовская Аравия. Саудовская Аравия подтаскивается на российский чемпионат мира. Китай-Иран. Ничья 0-0. Сирия и Южная Корея. Сирия многострадальная, казалось бы, страна. Пробивается, тем не менее, в 12 лучших команд региона. И дома играет с Южной Кореей в ничью 0-0. Япония одерживает верх над Таиландом в очень важной игре. 2-0 после стартового поражения. Японцы не имели права на осечку. И осталось еще две игры. Сегодня в 18.30 по Москве стартует встреча Объединенные Арабские Эмираты. Австралия. И в 19.00 Катар-Узбекистан. Вот как раз на эту игру предлагаю обратить внимание. Букмекерская компания Винлайн делает здесь фаворитом небольшим. Но все-таки Катар. Коэффициент на хозяев 2-10. На Узбекистан 3-53. Ничья 3-12. Вот так вот заходит. Ну, вы знаете, мы переживаем, конечно, за Узбекистан. Узбекистан тяжелую победу одержал на старте. Вот эта вот решающая стадия отбора над Сирией 1-0. Ну и что вот здесь? Конечно, Катар насыщенный легионерами натурализованными. И, безусловно, команда очень рассчитывает попасть на российский чемпионат мира в преддверии домашнего чемпионата мира. Естественно, к Катару нужно относиться максимально, максимально внимательно. Но думаю, что Узбекистан будет всяческим образом сушить игру и стараться, в общем, от ничей не откажется. Ну и, во-вторых, думаю, что очень будет малорезультативная игра. Коэффициент 1-52 от букмекерской компании Винлайн на то, что будет тотал меньше 2,5, думаю, вполне себе реалистичный. Ну или чуть-чуть получше. Узбекистан не проиграет за 1-66, но тут я был бы осторожен. Все-таки Катар действительно фаворит, а Узбекистан психологически, вы знаете, психологически еще вот ему не хватает одного шага для того, чтобы чувствовать себя командой. Но он по-настоящему борющийся и квалифицирующийся на чемпионат мира по футболу. Но, вы знаете, Саудовская Аравия, вот это меня просто удивляет очень сильно. Сейчас проверим еще информацию, по-моему, реально. Три пенальти и две победы на старте отбора. Вот это да. Прямо сейчас 5 баллов на улицах Москвы. По оценке портала Яндекс.Пробки движение уже плотное. Вот видите, как за полчаса на 2 балла подросла ситуация. И главная пробка уже в центре на набережных. Как раз Москворецкая, Кремлевская, Садовнического проезда Большого Каменного моста. Все там ползет буквально, поэтому старайтесь объезжать. Также на Востоке становится тяжело. Страмынка, Преображенко, Большая Черкизовская улица от 1-й Воевской улицы до Халтуринской. 40 минут потеряете. В общем, будьте внимательны, слушайте Спорт.ФМ. Спорт.ФМ. Сто процентов футбола. Сто процентов футбола. С вами Дмитрий Дерунец. Мы продолжаем следить за матчем нашей молодежной сборной. Сборная России выигрывает на арене Химки у сборной команды Австрии со счетом 1-0. Гол зенитовца Зуева пока что единственный после розыгрыша углового удара. Вот такие вот у нас дела. Ну а прямо сейчас, как я и обещал, давайте послушаем Анатолия Бышевца, нашего замечательного футболиста, специалиста, заслуженного тренера. Сегодня он был в гостях в студии Спорт.ФМ. И совсем скоро слушайте большую программу с участием Анатолия Бышевца, ведущий Алексей Лебедев, наш замечательный журналист. И, естественно, после этой программы проспрашивали Анатолия Федоровича про нынешние дела нашей национальной команды. И вот что сказал Бышевец про Станислава Черчесова и его назначение на пост главного тренера сборной. Прямая речь. Я и год назад, и полтора, в выборе главного тренера был за Черчесова, он был моим кандидатом, но был выбран Слуцкий. И в сегодняшней ситуации, когда вопрос стоял о выборе среди четырех кандидатов, Черчесов был моим кандидатом, и я считаю, что у него целый набор качеств, которые в этой сложной ситуации позволят создать конкурентную команду. Здесь и его профессиональные качества, и человеческие. Вот так вот верит Анатолий Федорович Станислава Черчесова. Кстати, думаю, что такая поддержка, вот такие слова сейчас очень важны нашему наставнику. Нужно, ну, вы знаете, может быть банальные слова, но где-то сплотиться, где-то поддержать, потому что, ну, выбор пал на Станислава Черчесова. Он действительно верен своим принципам работы. Дай бог, чтобы эти принципы работы были, оказались подходящими для нынешнего состава сборной России. И он допускал как можно меньше ошибок. Во многом работа тренера сборной, это все-таки где-то интуиция тренерская, поставить на того, угадать с тем-то. В общем, все это очень важно. И, конечно, здесь мы Черчесову желаем удачи. Вот что Анатолий Федорович сказал про состав сборной на нынешний товарищеский матч. Давайте послушаем. Я могу сказать, что это промежуточный состав. Конечно, он будет меняться со временем. Но начало, мне кажется, положено правильно. Сохранили целую группу игроков, ветеранов. Здесь и Акинфеев, Березуцкий, Жирков, Самедов. Это позволит сформировать команду. Это позволит адаптироваться депутантам, которые пришли в команду. И, в целом, на этом этапе это опора для Черчесова. И, естественно, со временем понятно, что возраст будет препятствием для многих из игроков. А, возможно, это будут объективные причины, травмы. Конечно, состав будет меняться. Но сформировать команду, конечно, здесь нужна концепция. Прежде всего, она должна отвечать современным требованиям. Вне зависимости от того, какие будут стоять задачи перед нашей командой. Но на сегодняшний день, конечно, речь идет о создании команды. Создаем команду во главе со Станиславом Черчесовым. Ну и еще слово Анатолию Федоровичу про тактику на игру против Турции. И про то, что же нам ждать от игры с командой Ганы. Мы увидели выбранную схему. Три центральных защитника, это то, чего не было. Мы увидели, что ему удалось, как тренеру, донести до игроков игровую идею этой схемы. И команда, и игроки ее выполнили. В первых минут команда навязала сопернику активность на половине поля. Тем самым разрушив все начинания и игровые связи команды Турции. И думаю, что это было главное. Что второй тайм сделан из замены. Я думаю, что климатические условия, ну и сам статус матча, конечно, не до конца, может быть, выполнил непосредственную задачу получения максимум информации. О дебютантах, о качестве игры. И в этом смысле, я думаю, что матч с Ганной, наверное, должен в какой-то степени закрепить вот эти положительные моменты. И второе, конечно, дать возможность сыграть и тем игрокам, которые не получили игрового времени. Вот в этом будет еще важный вопрос проэкспериментировать, посмотреть. И опять же, сделать шаг вперед. Директоров футбольного клуба. И таким образом на этом совете директоров, возможно, будут какие-то объявлены о переменах в руководстве клуба. В том числе, как ты правильно говоришь, по поводу Сергея Сыцова. А что касается Юрия Калитвинцева, ну вообще, конечно, выглядит это все очень-очень непонятно со стороны. Уходит спортивный директор, собравший команду, которая сейчас лидирует в ФНЛ. И если уйдет главный тренер, который вышел в 1-16 кубку, который тоже идет на первом месте в своей лиге, это, конечно, логике поддаваться не будет. Но что логично в нашем футболе, покажи мне, не это я требую. А кого ты видишь в качестве преемника, сменщика, может быть, Юрия Калитвинцева? Я пока никого не собираюсь видеть, потому что Юрий Калитвинцев отлично работает. И даже думать не собираюсь, полностью поддерживаю Юрия Калитвинцева как главного тренера московского «Динамо». Но дальше действительно бывает, один уходит, и вслед за ним уходят и все остальные. Такая цепочка порой присутствует в российском футболе. Да, здесь не поспоришь. И еще новости из другого клуба, в цветах которого также присутствует мой любимый голубой цвет. Несмотря на то, что я за эту команду не болею, в «Зените» продолжается эпопея с Акселем Бицелем. Клуб готов предложить полузащитнику этой команды новый контракт на улучшенных условиях. И, исходя из этих улучшенных условий, сообщается, что зарплаты бельгийца превысят значительно, цифры конкретные не приводятся, но значительно превысят его предыдущий заработок. Я напомню, что в минувшее летнее трансферное окно игрок был близок к переходу в Туринский «Ивентус», однако этот трансфер сорвался в самый последний момент. И вот слухи о его контрактах, зарплатах, переходах до сих пор не прекращаются, как мы видим. Ну что же, ждем. Конечно, Аксель Бицель будет, мне кажется, очень странно и даже забавно где-то, если он вдруг останется в «Зените». Тогда уже, наверное, до окончания лучших лет своей карьеры. Но такая вероятность, конечно, порой существует. И действительно, возможно, большим контрактом новым Аксель Бицель удастся в коллективе сохранить. Маша, спасибо большое. Прямо сейчас мы будем дозваниваться до арены «Химки», нового предвыборного штаба «Единой России». И, как мы понимаем, пока что все-таки место проведения матча молодежной команды. Первый тайм «Россия-Австрия» позади. Я же пока что отвечу на ваши вопросы. СМС-портал «Екатеринбург» приветствует еще раз. Помню, «Екатеринбург» молодежка приезжала, хорошо ее поддержали. Может, национально как-нибудь заед. Абсолютно согласен. Тоже помню этот матч молодежной команды. Во-первых, в «Екатеринбурге» и был. Прекрасный стадион новый уже, да, который заново пришлось реконструировать. Теперь к чемпионату мира тоже непонятно, конечно, разгильдяйствован. Вот, и, конечно, тоже рассчитываю, что национальная команда как-нибудь приедет. Но вот другой наш слушатель отмечает, что, может быть, в ноябре 2017-го, когда закончится отбор в Азии, о котором мы так сегодня подробно говорим, и та же Япония или Корея или какая-нибудь попавшая на чемпионат мира азиатская страна, Узбекистан, дай бог, да, может вполне сыграть в Екатеринбурге. Это будет удобно, по крайней мере, нашим гостям. Здесь с вами согласен. Действительно, в следующий год такую вероятность можно рассмотреть. Ну, а прямо сейчас переносимся, как я и обещал, на арену «Химки». У нас на связи наш корреспондент Алексей Милешин. Леша, привет! Да, Дмитрий, привет! Привет! Ну, расскажи, пожалуйста, твои впечатления о первом тайме. Наверное, прежде всего, о футболе хочется спросить. Ну, что касается моих впечатлений, наверное, все-таки, глядя на игру сборной России, действительно понимаешь, почему же все-таки у нас нет шансов в борьбе за выставленную евро, потому что гораздо мы сильнее австритцев, и счет 1-0. Еще нечего австритов, он мог бы быть и гораздо крупнее. Австритов только на контратаках так огрызнулись, а наши ребята гораздо интереснее играют, особенно бы... Я отметил Александра Ташаева, для него практически это родная арена, и фланг левый он взрывает раз за разом, и с его стороны угрозы приходят. А вот что касается Дмитрия Ефремова, я бы отметил, что и он тоже с правой стороны так смещался, на мой взгляд, довольно часто. Ну, да, Ефремов также справа играет, частенько он уходит на правый фланг, но все-таки, на мой взгляд, более левым флангом сборная России атакует, и с той стороны приходят угрозы, и опять же, любой стандарт возле ворота Австрии, всегда у них проблемы есть, несогласованные действия вратаря Бахмана с защитниками, и какие-то проблемы после подачи угловых, либо стандарты штрафные разыгрывают, когда сборная России, действительно, проблемы возникают возле ворота сборной Австрии. Леш, буквально сейчас у нас пауза на несколько десятков секунд, и потом еще вопрос тебе. На дороге Москвы переносимся, 5 баллов прямо сейчас, движение плотное, крупнейшие пробки в городе на востоке, с Трамынка-Преображенка, Большая Черкизовская, от Сокольнической площади до Халтуринской улицы уже на 4 километра растянулась пробка, проезда время 40 минут, шоссе энтузиастов от МКАДа до объездного шоссе 40 минут, третья транспортная, внешняя сторона от Спартаковской площади до Митьковского тоннеля 40 минут, и около получаса на Волгоградском проспекте потеряете от моста через железную дорогу до Волжского бульвара. Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Сто процентов футбола. С вами Дмитрий Дерунец. У нас на связи наш корреспондент Алексей Милешин, который находится на арене Химки, где наша молодежная сборная обыгрывает после первого тайма сборную Австрии со счетом 1-0. Леша, вот действительно, ты абсолютно верно заметил по поводу стандартного положения. Мы изобили со стандарта. Вот с чем это связано, наше преимущество при угловых, при штрафных? Это вот такая катастрофическая несогласованность австрийцев? Или мы действительно чувствуем, может быть, какие-то наигранные связи у нас при стандартах? Ну, на мой взгляд, все-таки есть наигранные связи при стандартах. Действительно, и защитники приходят, и более активно себя ведут в чужой штрафной. И часто именно защита в Бладной Австрии теряет наших игроков. И какие-то рикошеты, еще что-то. Австрийцы действительно теряются и не видят, куда мяч отскакивает. Ну, и плюс тут, как и забитым мячом, Ильи Зуева повезло с рикошетом. И уже пробил отрекладины красивый мяч. Довольно-то породистый гол, на мой взгляд. Сколько народу, я так понимаю, можно по пальцам пересчитать, пришли сегодня на стадион? Ну, не сказать, что по пальцам. Несмотря на то, что вход был сегодня свободный, можно было прийти любому желающему и получить пригласительный билет до стюартов. И что касается досмотра, также не было каких-то жестких мер. Все спокойно на стадион, вход без всяких каких-либо ограничений. И народу, ну, может быть, человек 300-400 присутствует, все-таки есть. А вот напротив меня центральная трибуна, ну, практически на три четверти заполнена. И у меня даже знакомый пришел, когда он мне позвонил во время матча, сказал, что да, народ очистительно прилично, несмотря на то, что будний день и рабочее время. Это, да, конечно, время не самое удобное для просмотра матча. Ну, ладно, Леш, спасибо тебе большое. Работает на матче Россия-Австрия молодежная команда на арене Химки Алексей Милешин. После игры уже, естественно, возьмет интервью у наших футболистов. Все это слушайте в нашем эфире сегодня. Я же Дмитрий Дерунец. Мы беру паузу сейчас в программе «100% футбола». После новостей услышимся. У нас очень много интересного по отборочным матчам Российского чемпионата мира. Спонсор программы «Зао Московская пивоваренная компания». Опыт, мужественность, верность традициям, уникальный вкус и мануфактурное качество воплощены сегодня в пиве «Трехгорное». «Трехгорное» – пиво для настоящих фанатов. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Реклама. Как просто потеряться в бешеном ритме «Мегаполиса». Забыть о главном. Перестать мечтать. Не успеть сделать что-то очень важное. Как же мы вас понимаем? Поэтому мы находимся ближе. Работаем дольше. Делаем кредитные ставки ниже. Кредиты 15% ждут вас в МКБ ежедневно до 9 часов вечера. ПАО «Московский кредитный банк». 15% за то, что важно сейчас. Слева – наше знаменитое кафе. А вот пруд с уточками. О, а это наши велосипедисты. Собрались на прогулку к реке. Все, я остаюсь здесь жить. Так вы еще квартиры не видели? Квартиры с отделкой и паркингом в микрогороде в лесу. Приезжайте в гости. Оставайтесь навсегда. Запишитесь на экскурсию. Экскурсию – 290-95-05, код 495. Проектная декларация на 3w.microgorodvlesu.ru. О, джавасет. Телефон рекламной службы «Спорт.Эт.Эм». 620-46-64. Код Москвы – 495. Чемпионат России по футболу. Признайтесь, ведь вам всегда хотелось выйти на поле и побегать вместе со своими кумирами. Или хотя бы разок стукнуть по мячу. А в 2009-м мечту миллионов исполнил один болельщик «Спартака». На стадионе в Раменском красно-белые встречались с местным «Сатурном». И судья Попов назначил в ворота хозяев 11-метровый. Пока капитан москвичей Алекс подтягивал гетры и измерял взглядом траекторию будущего удара, на поле появились двое парней, выходцев с фанатской трибуны «Спартака». Один из них, недолго думая, нанес точный удар по воротам Антонина Кинского и побежал по полю, радостно размахивая руками. А второй полез обниматься с футболистами. Через некоторое время возмутители и спокойствие выдворили с поля. И Алексу было предложено исполнить удар уже по всем правилам. Собраться с мыслями бразильцу удалось не с первой попытки. Но взятие ворот все же состоялось. Нарушители же отделались штрафом. Всего лишь 500 рублей. А сколько удовольствия. Город. Город. Герой. Герой. Один город. Один чемпион. На Спорт.ФМ. Город. Чита. Герой. Дмитрий Носов. Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 в Афинах. Дзюдо. Родился я в городе Чита. Вернулся спустя 27 лет. Многое, конечно, практически не изменилось. И я даже попал в ту квартиру, в которой я жил. Ну и, конечно, вся эта атмосфера. Эта военная часть, где служил отец возле дома. Чесосны. Этот багунник, которым окутан Чеченский край. Это, конечно, все ранит мое сердце. Это моя родина. Надеюсь, я буду все чаще возвращаться в родину, в Байкальский край. Чита и Дмитрий Носов. Город-герой. Каждый день на Спорт.ФМ. Мужской взгляд на спорт. На Спорт.ФМ у нас. Спонсор программы ЗАО «Московская пивоваренная компания». Опыт, мужественность, верность традициям, уникальный вкус и мануфактурное качество воплощены сегодня в пиве «Трехгорное». «Трехгорное» – пиво для настоящих фанатов. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Спорт.ФМ. Сто процентов футбола. Если ты точно знаешь, кто сильнее «Зенит» или «Спартак», если ты можешь предположить, по какой тактике играет Слуцкий, то сумасшедший денежный приз ждет именно тебя. Только на сайте www.sportfm.ru конкурс прогнозистов матчей РФПЛ продолжается. Успей заработать очки, чтобы заработать деньги. Пятый тур завершился не за горами, уже в пятницу. Стартует шестой тур. Главный приз – 30 тысяч рублей. Конкурс прогнозистов на сайте www.sportfm.ru Мы продолжаем. Меня зовут Дмитрий Дерунец. И менее часа остается до начала матча «Россия-Гана». Товарищеский матч. Российская домашняя премьера для Станислава Черчесова и для его национальной команды. Ждем стартового состава нашей сборной. Ну и тут меня спрашивают как раз на СМС-портале. Нет, на вайбере 8925222932. Дмитрий, мне коллега сказал, что сборная «Ганы» выше нашей в рейтинге. Я ему не поверен. Неужели это так? Конечно, так. Сборная России сейчас на 38-м месте в рейтинге. ФИФА. Сборная «Ганы» на 35-м. Это вот так на секундочку о сегодняшнем сопернике. А следующий наш соперник – сборная «Коста-Рики» на 21-м месте. Поэтому вот и думайте, кто, соответственно, фаворит, кто не фаворит в матче «Россия-Гана». Будет нам сегодня очень непросто. Уверен, с этим согласен и мой коллега, комментатор «Спорт-ФМ» Игорь Катманов, который у нас сейчас на связи. Игорь, привет. Привет, Судмитрий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну что, кто фаворит? Россия или «Гана»? Ну, «Гана», конечно, фаворит. Ну, правильно. Еще не так давно мы помним фееричный матч против Уругвай на чемпионате мира. Я думаю, Россия до таких игр, дай бог, может, дойдет, конечно, на чемпионате мира 2018 года. Но, честно говоря, я в этом сильно сомневаюсь. Ну, мы, главное, до самого чемпионата мира, слава богу, дошли. Ждем его. Мы уже туда квалифицировались. Большой успех российского футбола. Давай поговорим о других командах, которые пока что борются за попадание на наш чемпионат. И, конечно, тебе, как большому специалисту по латиноамериканскому футболу, вопросы по сегодняшнему восьмому туру в зоне «Конмебол». Итак, целый ряд интереснейших матчей, среди которых выделяется, конечно же, противостояние Бразилия-Колумбия. Игорь, ждем от тебя раскладов по силам, по нынешнему состоянию этих двух команд. Да, вот мы-то на чемпионат мира попали, а бразильцы могут не попасть, да, потому что бразильцы сейчас находятся на пятом месте в турнирной таблице, а как мы знаем, это стыковые матчи за право участия на чемпионате мира. Игорь, ну давай так сразу, чтобы шокировать не будем, болельщиков, все-таки ситуация очень сложная в этой группе. Семь команд в четырех очках. Учитывая, что играть еще, ну, одиннадцать туров, да, это еще очень много. Да, я думаю, что отцепились окончательно Боливия, Первый и Венесуэлла. Эти команды не будут бороться за попадание на чемпионат мира в Россию. А вот у остальных, получается, семи сборных реальные шансы на то, чтобы поехать в Россию. И пример того же Эквадора, который еще совсем недавно, феерично стартовав в подборочном цикле, возглавил турнирную таблицу, да, то сейчас команда уже откатывается на места ей соответствующие. И как раз-таки бразильцы в предыдущем туре Эквадора обыграли. Обыграли на выезде в Кито, на Высокогорье. Ну, наверное, все-таки здесь сложно говорить было о каком-то преимуществе в плане игры, да, на Высокогорье команды Эквадора. Потому что все-таки большинство игроков эквадорской сборной играет в Европе. Ну, а что касается сегодняшнего матча против команды Колумбии, то, безусловно, это принципиальнейшая игра, учитывая то, как играют в последнее время и колумбийцы, и бразильцы. Напомню, что на чемпионате мира в четвертьфинале колумбийцы потерпели болезненное поражение 1-2 от команды Бразилии. Потом, соответственно, были еще встречи, где сборная команда Бразилии потерпела поражение 0-1. По-моему, это было на Кубке Америки в Чили. Еще, ну и последняя игра на Олимпиаде, где колумбийцы буквально охотились, да, за бразильцами. Это тоже наводит на определенные мысли, что игра будет жесткая, игра будет от ножа. И не знаю уж, будут ли опять, начнут ли опять охоту за Неймаром игроки сборной Колумбии. Но, в общем, травму, которую он получил после столкновения, а точнее после грязного приема с Униги, мы тоже все прекрасно помним. Так что сегодня сборной команде Бразилии будет очень непросто. Но эта игра, кстати, пройдет в Манаусе. Вот, я только хотел тебя спросить как раз по поводу Манауса. Помним мы эту арену де Амазония, которая так, в общем, отличалась, безусловно, от других арен на чемпионате мира в Бразилии. Вот как раз следующая часть нашего разговора, Игорь, после небольшой паузы. Давай начнем с анализа географического положения и правильности выбора хозяевами именно Манауса для проведения этого матча. Прямо сейчас на дороге Москвы коротко переносимся. Пять баллов по оценке портала Яндекс.Пробки. Движение плотное. Крупнейшее на третьем транспортном от Спартаковской площади до Медьковского тоннеля. Эта внешняя сторона уже там потеряете около часа. На Савихинской шоссе от Южной улицы до проспекта Жуковского. Пятьдесят минут. Легендарная пробка на шоссе энтузиастов от Свободного проспекта до пешеходного перехода у автосалонов. Автосалонам привет. Сорок пять минут потеряете. Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Сто процентов футбола. Дмитрий Дерунец. У нас на связи Игорь Катуманов. Человек, который внимательнейшим образом следит за латиноамериканским футболом. Предвосхищаем сегодняшний ночной очередной восьмой тур в зоне Канамебол. Это квалификация к российскому чемпионату мира. И, конечно, говорим о матче Бразилия-Колумбия. В 3.45 по московскому времени он стартует. И, как мы правильно отметили в предыдущей части нашей беседы с Игорем, стартует он на стадионе в Манаусе. Игорь, ну так вот вернемся к месту расположения. Может ли оно каким-то образом повлиять? И правильный ли это выбор? Я вот, честно говоря, даже не знаю, как оно повлияет. Потому что, ну, а влиять-то, если будет, то на обе команды. Я не думаю, что игра в Манаусе даст какое-то преимущество тем же колумбийцам. Да, опять-таки, разве что в составе сборной Бразилии довольно много игроков. У Колумбии, конечно же, игроков, выступающих и в чемпионате Колумбии, и в чемпионате Мексики. Но все-таки согласись, что климат в том же условном Медельине, да, он не такой, как в Манаусе. Тропический климат, но там, если я не ошибаюсь, сейчас не так жарко, не так душно, да, как летом. То есть вполне-вполне сносно. А стадион Амазония, домашняя арена команда Национал, это самый титулованный клуб чемпионата Амазоненса. Но это чемпионат не самый высокий уровень, так скажем. Такой огромный стадион, да, когда на нем играет условно команда третьей лиги, наверное, он все-таки должен еще как-то использоваться. Использоваться в том числе и под матчи сборной, потому что в Бразилии, в отличие от Колумбии, которая играет домашние матчи в Баранкилии постоянно, там другая традиция. Они возят сборную по всей стране, потому что часто говорят, что Пламенго самая популярная команда Бразилии. Но это не так, потому что самая популярная команда Бразилии – это сборная Бразилии. И в Манаусе уже на тренировку пришло порядка 15 тысяч человек. С ума сойти. Да, прорвались там несколько десятков сквозь секьюрити, повалили там Неймара, шибли с ног. В общем, там уже началось. И еще Тита жаловался не только на то, что была плохо организована открытая тренировка, еще он жаловался на Комаров. Вот-вот-вот, про Комаров-то я и помню, учитывая, что это самое сердце страны. Ну ладно, бог с ним, бог с ним с обстановкой, действительно она будет одинаковой для обеих команд. В каком состоянии подходят бразильцы, колумбийцы, кто есть, все ли присутствуют, может быть, кто-то травмирован? Что касается сборной команды Бразилии, то как те, кто, может быть, знал или следил за матчем против команды Эквадора, то надо отметить, что относительно новая команда, по сравнению с тем, что было у Дунги, вернул Тита в команду Марсела, вернул Паулинию, который сейчас играет после Тоттенхэма в чемпионате Китая. Самый, наверное, успешный у него был вояж в Англии, но это игрок, хорошо ему знакомый. Ну и, конечно же, все в восторге от дебюта Габриэла Жезуса. Кстати, ты, наверное, тоже, потому что это будущий игрок Манчестер-Сити. Да, действительно впечатлен. Да, и он забил прекрасный гол. В общем, что касается колумбийцев, то после матча с Венесолой Даниэль Торрес и Торресла Гутьеррес были отпущены в свои клубы. Одного дисквалификацию, другого травма, соответственно. А вот Сантьяго Риас отбыл дисквалификацию. В общем, конечно, потеря Торреса существенная. Гутьеррес не играл на Куб Америка, но он зато играл на Олимпиаде. Наверное, можно сказать, что ослаблена Колумбия, но не настолько, чтобы быть такой сладкой булочкой для команды Бразилии. А Бразилия, конечно же, после победы над Эквадором гостевой со счетом 3-0, она окрылена. И Тита, он известен вообще как человек, приходящий и умеющий делать результат. Это было из Грэмио, с которым он в первый же год выиграл Кубок Бразилии, чемпионат штата с Интером. Взял южноамериканский Кубок, вспомним, тот же Каринтианс. Там, правда, сказать, насколько не получилось, но он стал чемпионом. Вылетел из Кубка Альбертадорос, но в конце концов, взял более того еще в финале клубного чемпиона. Он опять же в столице, на стадионе «Локомотив». И, конечно, за входом этой встречи в прямом эфире «Спорт.ФМ» следите и наслаждайтесь комментариями наших ведущих. Да, действительно, Алексей Золин, Артем Дроздов будут следить. Маша, спасибо большое. Давай мы с болельщиками будем анализировать сейчас состав нашей национальной команды, потому что, действительно, я так вижу, что тактика новая сегодня у Станислава Черчесова. Пока-пока просто порассуждаем. Понятное дело, что только игра покажет, как оно будет на самом деле. Но вот так вот на бумаге, как кажется, Игорь Кенфеев вратарь, понятно. Кстати, не пробую, да, и Джанаев, и Критсюк в запасе. Не очень мне это понятно. Хотелось бы, наверное, какого-нибудь другого вратаря все-таки в контрольных встречах тоже видеть в деле. Ну, ладно, Игорь Кенфеев в воротах, в центре обороны. Василий Березуцкий, он капитан команды. Рядом с ним Андрей Семенов. Думаю, здесь все именно так и будет. Два центральных защитника. Роман Шишкин на одном из флангов. Сергей Петров на другом. Обновляет линию обороны. И все-таки четыре защитника, мне кажется, в этом случае играет Станислав Черчесов. Юрий Газинский, Алан Загоев и Роман Зобнин. Вот такая тройка полузащитников. Очень, мне кажется, кстати, перспективные по именам. Интересно посмотреть на Зобнина в таких, пожалуй, сильных партнеров. Ну, можно сказать, что он играл рядом и с Денисовым, и с Вальбуэна. Действительно, такое было. Но вот сейчас тоже хорошие партнеры. Газинский, Загоев, по которым мы соскучились в футболке национальной команды. Вот такое трио в центре поля. И те же самые Самедов-Жирковы. Посмотрите. Несмотря на то, что это не новички, Черчесов дает им играть второй матч подряд. Вот пока делает на них ставку Самедов-Жирков-Смолов. Это трио нападения. Ну, понятное дело, слева Жирков, справа Самедов. Теперь они будут, видимо, отстранены. Ну, скажем так, не то, что освобождены чуть больше от оборонительных функций. Теперь они будут играть в атаку. И Смолов на острие. Конечно, при такой тактике поглядим, как изменится функционал Смолова. Насколько больше он будет мяч получать, хотелось бы. Ваши звонки также принимаем. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер, Дмитрий. Хорошего у меня эфира. Спасибо. Вот только с языком, я не пойму. Мы что-то не знаем в Акинфееве. Мне вообще это непонятно. Зачем тут Джанаеву и Крюцака вызывать? Тем более товарищеский матч. Ну, а игра, я думаю, будет ничейная. Где-то один-один. Хотя я не знаю, кто у нас забьет. Всего хорошего. Да, спасибо, Алексей. Вот действительно хотелось сказать по поводу вратаря. Ну, еще раз скажу. Ну, что тут скажешь. Посмотрим, может быть, какая-то замена в перерыве будет. Может быть, какие-то вопросы по поводу вратарской позиции, которую якобы надо пробовать. Санислав Черчесов ответит после игры. Очень, очень мощный состав у сборной команды Ганы. Думаю, что даже не знатокам ганского футбола были слышны фамилии, которые, безусловно, знакомы. Потому что это люди, играющие в серьезных клубах. И уже давно играющие на довольно высоком уровне. Еще раз скажу. Сборная Гана выше нас сейчас в рейтинге FIFA. Поэтому никаких даже, не знаю, придумок по поводу того, что мы фавориты, мы должны на одной ноге такой команды обыгрывать, нет и быть не может. Так что все внимание в сегодняшней игре. Много представителей английского футбола. Кристиан Ацу сейчас. Игрок Newcastle United, принадлежащий Челси в нападении. Андре Айю. Ну, я думаю, что Джордан и Андре Айю вообще большинству, я думаю, что знакомы и знакомы довольно хорошо. Да, это футболисты довольно высокого уровня. Но я так понимаю, только Джордан Айю сегодня в стартовом составе. Да, все верно. Джон Антон Минса, Франк Анчепонг, Баба Рахман, футболист. На секундочку, шальки 0-4, да. Все очень серьезно. Очень серьезный состав у сборной команды Гана. И вот еще одну проверю по поводу Амартея. Амартея у нас, по-моему, да, Даниэль Амартея из Лестера в запасе. Ну что же, ладно. Думаю, что появится по ходу матча на поле. Вот Томас Партей. Такой, что называется, в рифм будет. Давайте сейчас небольшую паузу сделаем по полной ситуации на дорогах Москвы. Потом еще звонок примем. 5 баллов прямо сейчас на улицах города, на улицах столицы. Движение плотное. Ситуация на Кольцах какова? На МКАД в обе стороны 6 баллов. Третья транспортная, внутренняя сторона 8. Внешняя 9 баллов. Третья транспортная очень тяжело едет. Садовая внутренняя 7, внешняя 8 баллов. Тоже непросто. Бульварная внутренняя 6, внешняя 8 баллов. В общем, будьте внимательны, слушайте Спорт.ФМ. Готовьтесь к матчу Россия-Ганна. Спорт.ФМ. 100% футбола. Есть еще время. Напоминаю, ваши звонки в том числе принимаем и будем принимать. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Ну, вечер добрый всем. Конечно, пожелаю нашей сборной удачи. Хотя, все-таки, сегодня поставил на Ганну. 2-0 почему-то. Ну, личность Станислава Черчесова не внушает мне доверия. А так, в принципе, меня удивляет только одно, почему вот Феликса Магата или Ральфа Рагника, который сейчас спортивный директор в Шальке, никак не рассмотрели на должность главного тренера России, да? Неужели все забыли, каких успехов добивались и тот, и тот? Понятно, ваши любимцы ясны. Вам в программу к Сергею Курманову. Курс Евро Германия. Кстати, наши программы, посвященные национальным чемпионатам европейских стран, возвращаются в эти выходные. Ваш покорный слуга с английской программой будет в 23.00 в субботу. Напомню, у нас в субботу будет эфир до полуночи, потому что там игра ЦСКА Терек. Естественно, мы ей будем огромное внимание уделять, потому что стартовая игра на арене ЦСКА. В 20.30 она стартует, и вот по ее окончанию в 23.00 поговорим о английском чемпионате, о старте английского чемпионата. А, соответственно, коллега Сергей Курманов. В воскресенье в 22.00, курс Евро Германия. И напомню, что на следующей неделе у нас уже матч с двумя немецкими командами Бавария и Байер в соперниках у российских клубов в Лиге чемпионов. Помимо этого есть еще Шальки 0-4, есть Зальцбург. И, поверьте, Сергей Курманов внимательнейшим образом уже все изучил касательно наших соперников. Хотите эксклюзива, хотите аналитики настоящие по поводу наших соперников, хотите предвосхищений. 22.00, воскресенье, курс Евро Германия. Мишута пишет. Здравствуйте, Илюха Кутепов незаслуженно полирует лавку, парень заслуживает места на поле. Ну, тут, понятно, каждый валит своих, наверное, в оболещик Спартака. Я не очень понимаю, не очень верю, честно скажу, в выходящего сегодня в стартовом составе Семенова. Парень хороший, но, мне кажется, его потолок понятен. Но Черчесов имеет право его попробовать. Он его знает хорошо, возможно, какие-то варианты есть. Где Жирков? Жирков на поле, Ганна физикой задавит. Марафонцы все-таки шутка хорошая. Обсудим ее в том числе уже после выпуска новостей. Реклама Алло. Да, продаю. Ни битая, ни крашеная. В салон не поставлю. Как достали. Кто-то продает машину так, а кто-то выбирает CarPrice. Продайте машину с удовольствием на CarPrice.ru Слева наше знаменитое кафе. А вот пруд с уточками. О, а это наши велосипедисты. Собрались на прогулку к реке. Все, я остаюсь здесь жить. Так вы еще квартиры не видели. Квартиры с отделкой и паркингом в микрогороде в лесу. Приезжайте в гости. Оставайтесь навсегда. Запишитесь на экскурсию. 290-95-05, код 495. Проектная декларация на www.micro-gorod-wlesu.ru О, джавасет. Международный форум «Армия». Экспозиция новейших разработок военной техники. Профессиональная деловая программа. Уникальное военное шоу на полигоне Алабина. И полеты легендарных пилотажных групп на аэродроме Кубинга. Приобретайте билеты и автопропуска заранее. В дни форума они будут вдвое дороже. Въезд на парковки форума без автопропуска невозможен. Подробности на сайте rusarmyexpo.ru Форум «Армия». Московская область. Парк «Патриот». С 6 по 11 сентября. Ноль плюс. Мы провожаем яхты взглядом. Любуемся ландшафтным нарядом. Гуляем в парке, ездим в метро. И смотрим на Москву в открытое окно. Исполнилась заветная мечта. Нас окружает комфорт и красота. Квартиры в микрорайоне «Павшинская пойма». Время привыкать к лучшему. Перебирайтесь. Запишитесь на просмотр квартир по телефону. 495-181-0101. Генеральный агент инвестиционная компания «Орион». Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ». 620-46-64. Код Москвы – 495. 100 лет в истории спорта на «Спорт.ФМ». 1963 год. СССР запускает 12 спутников Земли космос. А Валентина Терешкова становится первой женщиной-космонавтом. В Далласе убивают всенародно любимого американского президента Джона Кеннеди. Франция и Западная Германия заключают договор о сотрудничестве, положив конец четырехвековому конфликту. В местечке Кантон, что в штате Огайо, открывается зал славы американского футбола. До 1920 года городок был известен, пожалуй, лишь тем, что в нем покоился прах 25-го президента США Уильяма Макинли. Но в 1920-м именно в Кантоне, на территории автосалона «Хаб Мобайл» владельцы четырех клубов страны приняли решение о создании профессиональной лиги. И вот 43 года спустя в том же Кантоне функционеры НФЛ учреждают зал славы, попутно выделив пять главных, по их мнению, качеств достойного прославления атлета. Преданность игре, честность, смелость. А завтра уже 7 сентября. Среда и максимальная температура днем 16 с плюсом. Облачно, дождь. Не забывайте зонтики. Слушайте Спорт.ФМ. Первый домашний матч новой сборной России по футболу. Сегодня в 19 часов следим за встречей со сборной Ганы вместе с Алексеем Золиным и Артемом Гроздовым. Слушай футбол «Россия» Гана. Сегодня только на Спорт.ФМ. Свисток в 19.00. Спорт.ФМ. Сто процентов футбола. Если ты точно знаешь, кто сильнее, «Зенит» или «Спартак», если ты можешь предположить, по какой тактике играет Слуцкий, то сумасшедший денежный приз ждет именно тебя. Только на сайте www.sportfm.ru конкурс прогнозистов матча РФПЛ продолжается. Успей заработать очки, чтобы заработать деньги. Пятый тур завершился. Впереди шестой тур. Он стартует уже в пятницу. Главный приз – 30 тысяч рублей. Конкурс прогнозистов на сайте www.sportfm.ru Это 100% футбола. Это «Спорт.ФМ». С вами Дмитрий Дерунец. Менее получаса остается до матча «Россия» Гана. Российская домашняя премьера Станислава Черчесова и его команды на стадионе «Локомотив». Совсем скоро на этот самый стадион мы перенесемся. Прочувствуем атмосферу с помощью нашего корреспондента Виталия Павлова. И напоминаю, что следим мы вместе за этой игрой. Алексей Золин, Артем Дроздов уже в студии, уже в редакции, уже готовы вам рассказывать о хитросплетениях, о перипетиях игры. Думаю, должно быть гораздо интереснее, нежели и напряженнее, и количественнее по моментам, нежели в игре против сборной Турции. Так что оставайтесь со «Спорт.ФМ». Все вам расскажем в лучшем виде. Молодежная сборная России в эти минуты продолжает игру против команды Австрии на арене «Химки». Идет 78-я минута встречи, ничья 1-1. Илья Зуев отличился на 33-й минуте, Арнелл Якупович на 55-й минуте счет сравнял. Ну вот так вот играем мы с одним из лидеров группы в ничью 1-1. Какие изменения уже были по ходу этого матча в российской сборной? Ну, во-первых, Игорь Безденежных появился на поле вместо Виталия Лысцова. И затем Рифаджи Маледдинов заменил Дмитрия Ефремова. А вот и обещанный «Спартаковец» появляется, а Язгулиев, он меняет Алексея Евсеева. Третья замена в команде Николая Писарева. 1-1 пока что. Для нас турнирного значения эта встреча не имеет. Поэтому австрийцам очень бы надо было бы победить. Но пока это сделать не получается, пока ничья 1-1. Ну и, соответственно, я бы сказал, что мы ничуть вторым номером не играем. Мы имеем больше моментов. И, откровенно говоря, обидно, что счет до сих пор 1-1. И что он, в принципе, 1-1. Так-то, в общем, по игре сборная России выглядит, по-моему, симпатичнее. Но мы все-таки в основном готовимся к игре «Россия-Ганна». Продолжаем принимать ваши сообщения на вайбер и ватсап. 8-9-2-5-2-2-2-2-2-9-3-2. СМС-портал 5533. В начале слово «Спорт». С удовольствием, с удовольствием. Ждем, ждем. Пишите. Ну и давайте послушаем сейчас в преддверии этой игры. В преддверии игры «Россия-Ганна». Эксперта букмекерской компании «Винлайн» Константина Генича. Я думаю, что для сборной России сегодня очень хороший соперник. Для того, чтобы прервать неудачную серию, которая уже длится, начиная с чемпионата Европы и товарищеских матчей, которые были в преддверии чемпионата Европы. Сборная Россия давненько не выигрывает. Ну и хорошие моменты были в игре с Турцией. Я думаю, что все хорошее, то, что было с Турками, Станислав Черчесов со своими футболистами старается перенести на сегодняшний матч. Я думаю, что стоит сыграть чистую победу в сборной России. «Винлайн» дает очень щедрый и вкусный коэффициент на победу российской команды 1.83. И мне кажется, что пока еще коэффициент не провис и не падает, можно поймать его вот этой хорошей цифрой. Поэтому я думаю, что сам попробую сыграть этот вариант. Уверен, что без варианта сборная России должна выигрывать крепкой. Но немножечко такой обескровленной сборной ганы. Тем более на своем поле. И мы понимаем, что Черчесов команду сейчас настраивает сугубо на результат. Поэтому победа сборной России смотрится сегодня в Черкизово. Вот такой вот оптимистичный расклад от Константина Генича, эксперта букмекерской компании «Винлайн». Посмотрим, насколько Константин окажется прав. Решать всегда вам, а «Винлайн» действительно заплатит. Что вы пишете на смс-портале 5533 в начале «Слово спорт»? Поддержим Стаса осетинскими пирогами и 0,75, ну, наверное, белого и игристого. Расскажите о сборной Косово, какие игроки где играют. Вы меня простите, пожалуйста, но принципиально не буду рассказывать об этой сборной. Для меня такой страны не существует. Она, собственно, не признана и российскими властями. Я был на этой земле, сербской земле, и, поверьте, это одна из самых драматичных и вообще поездок, которые остались у меня в памяти и в сердце навсегда. Не могу никогда признать эту страну как какую-то независимую. Для меня Косово было и всегда остается частью Сербии. И поэтому даже на результаты этой команды в отборочном турнире непризнанной футбольной сборной непризнанной, непонятно почему, точнее, футбольной сборной непризнанного государства вдруг играет в отборочном турнире. Для меня это просто фарс и насмешка над всем нормальным в мировом спорте. К сожалению, таких насмешек очень-очень много в последнее время. Обратимся, обратим свое внимание на дороги города и затем перенесемся уже на стадион Локомотив, куда спокойно добрался наш корреспондент Виталий Павлов. Итак, Москва предполагает уже очень сложное положение дел. 6 баллов по оценке портала Яндекс.Пробки прямо сейчас. Движение затруднено. И главная пробка теперь уже на Нижегородской улице, на Рязанском проспекте, от Новохохловской улицы до улицы Поперника. Свыше часа. Третья транспортная внешняя сторона от Спартаковской площади Домистьковского тоннеля около часа. Большая Академическая улица на северном Москве. По Москве тормозит. А вот как раз восточный регион по направлению стадиона Локомотив тоже сложно. Спонсор программы ЗАО Московская пивоваренная компания. Опыт, мужественность, верность традициям, уникальный вкус и мануфактурное качество. Воплощены сегодня в пиве трехгорное. Пиво для настоящих фанатов. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Спорт.ФМ. Сто процентов футбола. С вами Дмитрий Дерунец. Это сто процентов футбола. Менее двадцати минут остается до начала матча Россия-Гана. Контрольная игра для Станислава Черчесовой. Первая на российской земле в качестве главного тренера нашей национальной сборной. Прямо сейчас переносимся на стадион Локомотив или на близлежащую территорию. Виталий Павлов, наш корреспондент, на месте. События, Виталий, привет. Да, привет, Дим. Привет всем уважаемым радиослушателям. Здесь уже команды практически заканчивают разминку. Потому что, как ты уже сказал, меньше двадцати минут до начала матча. Болельщики продолжают подходить на стадион. Вообще, подъезжая к стадиону, я был немного удивлен, что очень мало людей с атрибутикой российской сборной. То есть, мало как-то флагов, шарфов и так далее. То есть, едешь в общественном транспорте и думаешь, что, ну, вроде как, никто на футбол-то и не едет. Но доезжаешь до станции Чешкизовская и практически все выходят и идут к стадиону. То есть, на самом деле, болельщиков здесь сегодня ожидается уж точно немало. Правда, билеты пока вот в кассах еще есть. Я подходил буквально двадцать минут назад. И были билеты практически на все трибуны, кроме тех, что за воротами находятся. Видимо, просто потому, что, как все мы знаем, туда билеты самые дешевые. Поэтому их раскутили быстрее всего. Ну и поговаривают, что многие билеты также и раздавались бесплатно от Российского футбольного союза. Как это, в общем, в последнее время принято на матчах российской сборной в Москве именно. Что касается уже территории стадиона, то здесь, конечно, болельщики по большей части фотографируются рядом с главной достопримечательностью. Это такой поезд здесь установлен. И, естественно, он посвящен тому, что стадион принадлежит клубу «Локомотив». И вот такой памятник здесь стоит. Обычно рядом с ним проходят разнообразные акции, ровыгрыши и так далее. Но сегодня здесь играет сборная России. Поэтому, в общем-то, только сфотографироваться с ним можно. Никаких дополнительных функций, скажем так, рядом с ним не проходит. Также встретил болельщиков сборной ГАНа. И меня это, в общем-то, удивило, что они присутствуют здесь. Но, как все вы понимаете, это те люди, которые живут в России. Они говорят о том, что они учатся в одном из университетов Москвы. Не удалось уточнить, в каком, потому что они очень плохо разговаривают, что на русском, что на английском. Такой, в общем, ломаный язык русско-англо-французский у них. Но они сегодня, естественно, сборную ГАНа будут поддерживать изо всех сил. Уже там провели какие-то ритуальные танцы на подходе к стадиону, под барабаны, станцевали. Под радость, естественно, российских болельщиков. Виталий, ну и такой вопрос. Собственно, вот вся атмосфера, ты сказал же, народ идет. Более или менее трибуны будут сегодня заполнены. А есть ли какой-то антураж? Что-то придумали у строителей перед этой игрой? Или все так стандартно, спокойно? Ну, честно говоря, ничего необычного такого я не заметил перед стадионом. Кажется, что все обычно, стандартно. И действительно такой рабочий контрольный матч сборной России. Без всяких дополнительных функций или какого-то дополнительного, дополнительных акций. Да, подогрев. Виталий, то я услышал, значит, ты тоже уже все-таки проникся этой фразой. Ты тоже называешь исключительно контрольный матч. Конечно. Ну, а как еще можно называть, когда Станислав Сталамович при любом общении повторяет эту фразу, что не товарищеский, а контрольный. И, конечно, и болельщики уже тоже говорят даже контрольный. Видимо, читав, слышав высказывания главного тренера российской сборной. Ну, и, кстати говоря, вчера также присутствовали на тренировке сборной России дети, которые участвуют в такой... Егор Титов. Егор Титов. Не ему будет сегодня посвящена наша сегодняшняя программа и наши сегодняшние вопросы, но одному из его соратников. Как вы относитесь к Валерию Кеченову? Прекрасно. Ну что же, тогда посмотрим, насколько хорошо вы знаете и помните его карьеру в составе «Спартака». Готовы? Ну, наверное, да. Давайте попробуем. Итак, задаю вам шесть вопросов по очереди, даю три варианта ответа. Вы, недолго раздумывая, отвечаете, даете свой вариант. Итак, вопрос номер один. Напоминаю, что Валерий Кеченов многократный чемпион России, обладатель Кубка страны, полузащитник и нападающий «Спартака» на протяжении семи лет. Итак, первый вопрос. Сколько мячей забил Кеченов за свою карьеру в «Спартаке»? Варианты 40, 37, 35. Ну, давайте 37. Неправильно. Все-таки чуть меньше. 35 мячей у Кеченова за «Спартака». Второй вопрос. Сколько раз Кеченов становился чемпионом России в составе «Спартака»? Варианты. Шесть раз, пять раз или семь раз? Так, так. Пять. Тут, наоборот, немножко приуменьшили. Шесть раз шестикратный Кеченов. А что, для мячей он был чемпионом? Да, шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кеченов. Вопрос номер три. Не расстраивайтесь, все еще впереди. Можно победную серию выдать. Сколько матчей в составе «Красно-белых» провел Кеченов? Про мячи уже выяснили. Теперь сколько матчей? Итак, варианты ответа. 115, 110 или 112? 115, 110, 112, да? Угу. Ну, пускай будет 112. А вот теперь правильно. 112. Именно столько матчей провел Валерий Кеченов в составе «Московского «Спартака». Итак, половина нашего турнирного пути позади на сегодня. И на один вопрос наш болельщик Дмитрий, наш слушатель Дмитрий из Москвы, ответил верно. Нужно прибавлять. Четвертый вопрос, Дмитрий. Готовы? Да-да. Какую должность занимал Кеченов в дубле «Спартака» после завершения профессиональной карьеры? Итак, варианты. Администратор, начальник команды или тренер? Тренер. Тут вы правы абсолютно. Тренером был дубля «Спартака». Да-да-да. Хорошо помните. Молодцом. Валерий Кеченов был тренером дубля «Спартака». Вопрос номер пять. Какому знаменитому вратарю забивал Кеченов в кубке УЕФА? Я думаю, что стар, наверное, имейте в виду. Хорошо. Здесь браво. Были бы дополнительные баллы за досрочный ответ, но у нас ничто где когда. Уж простите. Абсолютно браво. Говорим мы про сезон 97-98. Третье марта, 98-й год. Амстердам 3-1. Мы их обыграли. Он забил голову. Между штангой и ногой ему посадил мячик. Ну, блестяще, блестяще. Ценим ваше знание. Действительно, были варианты «Польюка», «Оливер Кан» или «Вандерсар». Действительно, говорим мы о матче «АЕК-Спартак» 1-3. Дубль «Ширко» и гол у Валерия Кеченова. Ворота Эдвина Вандерсара. Третий правильный ответ. Браво. И вопрос номер 6. С кем в номере на знаменитой «Спартаковской базе» в Тарасовке жил Валерий Кеченов? Тут аж 4 варианта ответа для вас. Андрей Тихонов, Егор Титов, Мирослав Ромащенко или же Валерий Кеченов жил один? Титов точно. Давайте попробуем с Ромащенко. Неправильно. Андрей Тихонов был соседом Валерия Кеченова по номеру в Тарасовке. Ну что, Дмитрий, спасибо большое. Вы проявили неплохую эрудицию, ответили на три вопроса. Это не идеально, но лучше, чем накануне наш болельщик. Поэтому, ну что, вам остается поболеть в оставшиеся дни против своих же «Спартаковцев», чтобы они отвечали хуже, и вы в итоге выиграли два билета на матч «Спартак-Локомотив». Вот такая вот у нас акция. Вот такой у нас турнир даже своеобразный для болельщиков. Звоните. Завтра, в четверг и в пятницу продолжатся наши опросы всевозможные с вариантами ответов. Если будете первыми дозвонившимися, если будете наиболее правильно отвечающими, именно вы получите два билета на матч «Спартак-Локомотив». Но даже если не будете лучшими, все равно у вас есть шансы выиграть шарфы или символические, или, соответственно, сувениры от «Спартака» и «Трехгорного». Спонсор рубрики «ЗАО Московская пивоваренная компания». Опыт, мужественность, верность традициям, уникальный вкус и мануфактурное качество воплощены сегодня в пиве «Трехгорное». «Трехгорное» – пиво для настоящих фанатов. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Прямо сейчас переносимся на дороги Москвы. И какая здесь ситуация? Движение затруднено 6 баллов. Самая сложная, самая проблемная зона по оценке портала «Яндекс.Пробки». Это не восток города, не Жегородская улица, Рязанский проспект, от Новохохловской улицы до улицы Поперника. Более часто тут потеряете. МКАД внешняя сторона тормозит от Боровского шоссе до профсоюзной улицы 40 минут. Шоссе энтузиастов от Третьего транспортного до проспекта Будённого тоже 40 минут. Абсолютно правильно поправляет меня на нашем вайбере «Спартак-Локомотив» 11 сентября. Вы правы, конечно. Поверьте, не на дубль «Спартак-Локомотив». Мы разыграем билеты. Это всё верно. Вы говорите, воскресенье 11 сентября. Встреча «Спартак-Локомотив» 16.30 по московскому времени. Ну, если не попадёте на стадион, то, конечно, подтягивайтесь к приёмникам. Эфир «Спорт.ФМ» естественно будет посвящён в эти два часа встрече двух столичных команд. Что ещё вы пишете? Я бы взял с удовольствием бесплатный билет от РФС на матч сборной, но никто не предлагал. Андрей из «Медвежьих озёр». Ну, наверное, в «Медвежьих озёрах» всё-таки не раздавали. А так, конечно, такие акции действительно проходят. Тут правы наши слушатели. Как вы думаете, Дмитрий, у «Динамо» реальный шанс вернуться в РФПЛ? Андрей, что касается шансов, то они, конечно, велики. «Динамо» лидирует сейчас. Но вот сейчас будут изменения в клубе. Возможно, и в тренерском штабе. И, как вы знаете, сегодня отправлен в отставку Роман Рещук, спортивный директор. По соглашению сторон разорвали контракт. Так что в клубе и в обществе будут изменения. К чему они приведут, сказать всегда сложно. Приветствую, «Спорт.ФМ». Наши болельщики ещё в пути. Только вышел на Комсомольское видео с флагами «Весёлые». Это хорошо. По поводу «Динамо» всё уже сказал. Ждите развития событий. Послезавтра и на следующей неделе, когда состоится совет директоров. Ну что же, друзья, «Россия Гана». Наши сборные, наша сборная и сборная наших сегодняшних гостей уже в подтрибунном помещении стадиона «Локомотив». Сейчас «Ганцы» и «Россияни» будут потихоньку выходить на поле. Прозвучат гимны. Начнётся первый российский матч в карьере тренера сборной страны для Станислава Черчесова. Конечно, очень важно сыграть неплохо. Очень важно сыграть результативно, я бы сказал. Я бы вот поболел сегодня действительно за результативный футбол прежде всего. Так что давайте болеть вместе с нами, вместе со «Спорт.ФМ». Прямо сейчас присоединяются в студии Алексей Золин и Артём Дроздов, коллеги, ведущие ТОП «Спорта». Сегодня, конечно же, прежде всего эфир посвящают матчу «Россия Гана». В едином порыве за нашу национальную команду. Я, Дмитрий Дерунец, прощаюсь с вами до завтра. Услышимся и болеем прямо сейчас за Россию. Реклама Тёща требует починить диван. Коллега попросил помочь с переездом, а жене приспичило на выходных помыть окна. А пошлите их всех на юду.ру. Исполнители юду.ру помогут с уборкой, ремонтом в квартире, перевозкой грузов и выполнят за вас любые бытовые заботы. Просто разместите задание на юду.ру. Звистать всех наверх! Уверенный курс на повышение! Город на реке Тушино-2018 сообщает о скором повышении цен. Квартира с максимальной выгодой только до 12 сентября. Река, парк и метро рядом. И всё это город на реке Тушино-2018. Звоните. 1, 2, 3, 20, 18. Код города 4, 9, 5. Состройщик ООО «Стадион Спартак». Подробности и проектная декларация на тушино-2018.ру. Как просто потеряться в бешеном ритме мегаполиса. Забыть о главном. Перестать мечтать. Не успеть сделать что-то очень важное. Как же мы вас понимаем? Поэтому мы находимся ближе. Работаем дольше. Делаем кредитные ставки ниже. Кредиты 15% ждут вас в МКБ ежедневно до 9 часов вечера. ПАО «Московский кредитный банк». 15% за то, что важно сейчас. Для нового поколения москвичей мы строим жилой комплекс «Достояние» в районе Кунцево. Достояние. Дома настоящей Москвы. ГАЛС ДЕВЕЛОПМЕНТ. 495-725-5555. Проектная декларация на сайте «Достояние-дефизгалс.ру». Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ». 620-46-64. Код Москвы – 495. Курс молодого бойца на «Спорт.ФМ». Сочный удар снизу в челюсть. Соперник летит вверх тормашками и мешком падает на землю. Наверняка вы много раз видели такую картину в фильмах, а особенно мультиках про бокс. Этот удар называется апперкот. Правильный апперкот выполняется во время атаки с близкой дистанции, чтобы соперник не успел вычислить характерное движение и отреагировать. Обычно этот удар нацеливают в челюсть, хотя он хорошо работает и по солнечному сплетению, и даже по лбу, если оппонент не вовремя наклонится. Ритмы спорта на «Спорт.ФМ». Стадион имени Эдуарда Стрельцова. Команда «Торпеда Москва». Песня «Ты черно-белый». Ты черно-белый, значит ты самый смелый. В этом мире жестоком ты один против сотен. Только бей по воротам, не робей в подворотнях. И зимой, и летом в твоем сердце. Поражение – это временное состояние. Отказ от борьбы делает его постоянным. Американская журналистка Мэрилин Вос Савант. Видим игру насквозь.